Ом Ти Ви Юэй, про Головне. The Washington Post. За две недели до теракта США прямо проинформировали Россию о том, что одним из мест теракта может быть Крокус-Сити-Холл. Вопреки высказываниям российских официальных лиц о том, что США передали лишь общую информацию, предупреждение от американской разведки было детализированным. После того, что произошло в Крокус-Сити-Холле, это страшная трагедия, ГИЛ берет на себя ответственность. В Кремле обвиняют и говорят, что причастна Украина. Позиции Путина после теракта, этих показательных пыток, которые мы видели, и, кстати, неприезда до сих пор на место трагедии, судя по всему, каковы они сейчас, на ваш взгляд? Позиции в отношении к чему? В России. Они никак не изменились. Путин является не демократически избираемым лидером, у которого может произвольно колебаться рейтинг. Он абсолютный монарх. Выборы президента, которые проходят раз в шесть лет, это, де-факто, плебисцит о легитимности этой абсолютной монархии. Поэтому он совершенно независим от каких-либо событий, народных настроений, даже собственных обещаний. И он совершенно уж точно независим от законодательства. Он стоит выше всего этого, над и политической реальностью, и реальностью законодательной. Поэтому, в принципе, его не волнует переписи и внутренней политики в демократическом смысле слова. Наблюдатели, которые считают, что Путин постоянно печется о своем рейтинге, сильно преувеличивают. И его рейтинг вообще не волнует. Его волнует результат очередного плебисцита, который раз в шесть лет начинает волновать его где-то за несколько месяцев до плебисцита. И то он абсолютно уверен, что он получит нужный ему результат. В нужный момент времени, как это случилось и на так называемых выборах этого года. Поэтому все эти события на его устойчивости во власти, если вы это имеете в виду, и положение его как лидера страны, не влияют никак. Если говорить о том показательном элементе после теракта, эти пытки, которые были обнародованы. Раньше мы говорили об этом в том числе с правозащитниками, с Ольгой Романовой. Она как раз говорила, что раньше это было разрешено, но публиковать это было нельзя. А сейчас появилась санкция на публикацию подобного. На ваш взгляд, эта красная линия была как будто перезина сейчас, или же нет? Как вы это оцениваете? Да, конечно, красная линия была перезина, потому что, во-первых, силовики должны были отмечить внимание, российские силовики должны были отмечить внимание от собственного провала и показать тем самым, как они крутые, как они способны делать с людьми, подозреваемыми в терроризме, все что угодно. Хотя признать человека террористом может только суд. И никакой человек, которого задерживают, еще отнюдь не является преступником. Поэтому само заявление о том, что это точно террорист, причастный к страшному преступлению, мягко говоря, поспешно. Но при тоталитарном режиме вообще, и при российском тоталитарном режиме в особенности, этого восприятия реальности нет. Если власть на кого-то показала, как на преступника, значит, он уже преступник. А судебная власть здесь все равно выполняет декоративно-вспомогательную функцию и может задним числом легализовать все, что угодно. И российским силовикам было важно показать, какие они крутые, но еще один важный фактор. Российская власть и лично Путин постоянно пытаются показать, что им можно все, что можно Соединенным Штатам Америки в этом мире. Если США пытали пленных в Ираке или в терме Гуантанамо на Кубе, то значит, это можно и в Российской Федерации. Это допустимо. Какой версии вы придерживаетесь о случившемся? Версии ИГИЛа ничего больше. Я читала некоторые ваши расшифровки, ваших интервью, где вы говорили про то, что глава Совбеза Николай Патрушев, вопреки мнению многих, не является ястребом войны. По крайней мере, так вас цитировали. Я не знаю, видели ли вы это видео, которое уже стало мемом, где у Патрушева спрашивают, ИГИЛ или Украина. Он говорит, конечно, Украина. Понимаете, никакой самостоятельной, публичной точки зрения путинские чиновники иметь не могут. Было совершенно ясно с первых минут теракта, что они обвинят Украину и США. Независимо от того, как она на самом деле, потому что для тоталитарного режима и тоталитарной пропаганды враг может быть только один. Как у нацистов евреи. Если даже что-то сделали неевреи, то они явно сделали это в интересах или по наущению евреи. Поэтому тут никакое разногласие мог быть только под ковром. И я не говорю, что Патрушев совсем не является ястремой войны или сторонником капитуляции. Ну да, он отнюдь небольшой энтузиаст доведения спецоперации «З» до победного конца. Вот что я имел в виду. Но, разумеется, на публике все эти люди могут оглашать только одну единственную позицию, позицию Владимира Путина. А сам Путин, хотя демонстрировал явную неуверенность в себе и в диагнозе во время своего обращения к народу через 19 часов после теракта, конечно, с самого начала был настроен на то, чтобы обвинить главного и единственного врага США, ну и, конечно, Украину как орудие, как прокси Соединенных Штатов Америки. Вы в одной из своих передач говорили о везении Владимира Путина и о черных лебедях, запрет на который может быть, но они в любом случае полетят, как вы тогда иронично заметили. На ваш взгляд, вообще, каких черных лебедей стоит ожидать и стоит ли вообще ожидать для Кремля? Черный лебедь на той черной лебеде, что его предсказывать невозможно. Мы не можем сказать, что именно случится. Вот Крокус уже был черным лебедем, поскольку показал слабость силовой машины Кремля. В прошлом году таким черным лебедем был мятеж Евгения Пригожина, которому Путин был совершенно точно не готов. Если Путин к нему готов, он бы нейтрализовал его зародыш еще до того, как это случилось. Вот такого типа событий могут происходить, и мы не можем точно сказать, как и режем, что будет. Но на мой взгляд, это неизбежно, потому что никогда еще в истории партия прошлого не побеждала партию будущего. Переходный период между прошлым и будущим, он может быть достаточно длинным, хотя все скорости в мире увеличились, и то, что раньше занимало тысячу лет, сегодня занимает в лучшем случае десятилетие, и Путин будет сопротивляться и цепляться за то прошлое, которое он объявил неизменным совершенно для настоящего и для будущего. Но эта борьба не может провелиться бесконечно, не может закончиться его победой. Но в то же время никакого детального плана, как ему противостоять на внутренней арене Российской Федерации, быть не может, как не могло его быть, условно, в начале 80-х годов в Советском Союзе. Однако потом случилось все, что случилось, и Советский Союз развалился буквально в наших глазах по историческим меркам в одночасье. Нечто подобное вполне может случиться и с путинским режимом, только мы не знаем, как точно это будет выглядеть, и любые попытки это себе представить в деталях, в общем, контрпродуктивны. Безусловно, есть ясновидящие, которые не должны использовать свои ясновидения в корыстных целях, поэтому, в принципе, даже делиться им. А потом, естественно, будет немало совпадений, что кто-нибудь совершенно случайно скажет. Как, знаете, вот многие у нас любят носиться с каким-то экономистом, предсказавшим экономический кризис 2008 года, например. При этом полностью игнорируют, что тот же экономист еще сделал кучу неправильных прогнозов, а кризис 2008 года тоже предсказало немало людей по одному единственному принципу, что каждый год они предсказывали экономический кризис, вот, наконец, в 2008 году он случился. Поэтому эти совпадения часто принимают за правильные прогнозы, и таких совпадений будет немало, и когда с путинским режимом что-нибудь случится. Но сегодня ответственного прогноза, как именно это произойдет, быть не может. Может быть, только общий качественный прогноз, что партия прошлого должна проиграть силам будущего. Валерий Соловей ведь тоже говорил, что война начнется. Ну, ну, какая уж война начнется. С Украины непосредственно, и многие, конечно, не верили Соловью, и сейчас... У Валерия Георгиевича, собственно, есть стандартная формула, что что-нибудь обязательно случится, только неизвестно когда. Вот это может подвести любое событие. Абсолютно. Это прогноз неубийный. Ну, то есть, его нельзя спорить. Он не фальсифицирует. То есть, каждый из нас умрет, только неизвестно когда. Ну, а как этому... Что можно этому противопоставить? Ничего. То есть, именно с точки зрения критерия Поппера фальсифицированности, это высказывание не является научным. По мнению Соловьева, Владимир Путин уже умер. Вообще, дальнейшие шаги Путина в нынешних условиях вообще можно как-то предсказывать? В одном из интервью вы говорили о том, что Путин хотел бы захватить Молдову, не решится он на войну с НАТО и странами Балтии. Что сейчас? Нет, я не утверждаю, что он хотел бы захватить Молдову. Просто если методом исключения, если где-то еще, возможно, в другой стране обострение, то приоритетный кандидат в Молдову, поскольку там просто сходятся все условия. Молдова не стоит в НАТО, она не располагает собственными мощными вооруженными силами, которые могут сопротивляться так, как сопротивлялись украинские войска в начале вторжения РФ в 2022 году. И, соответственно, там есть повод для вторжения в Приднестровье, Приднестровская Молдавская Республика. Я не утверждаю, что это будет, но это, по крайней мере, вероятность распространения войны на Молдову от них не равна нулю. В других случаях она не меньше, несколько. Но что Путин будет в первую очередь и дальше закручивать гайки в России, цементирует свой тоталитарный режим, добиваясь также того, чтобы Запад признал его контроль над оккупированной частью Украины. И сейчас доминирующая концепция это Украина в целом как буферная зона, как некое демилитаризованное пространство, которое отделяет Запад от Российской Федерации. Вот к этому Путин будет и дальше стремиться. И поскольку он считает, что у него в запасе вечность, он может сколько угодно находиться у власти, в этом смысле ключевой вопрос для него это здоровье и работоспособность. И он намерен поддерживать это всеми методами, включая методы генетической инженерии, чем занимаются его дочери. Изначально совершенно не относившийся никак, не имевший никакого отношения к медицине и биологии, но направленный туда специально отцом, чтобы... Потому что только самым близким можно получить, поручить такие деликатные вопросы. И он надеется решить все эти вопросы, пока он остается у власти, то есть пока что до 2036 года. А новые поколения уже могут начинать все с нуля, из чистого листа. Но он надеется, что большая часть его решений нынешнего времени просто не может быть отменена никак. Потому что после того, как оккупированные территории уже устоятся в составе Российской Федерации, их физически невозможно будет оттуда вынуть. Путин будет пройти вечное, вы сказали, но тем не менее вы говорили, как-то намекали о том, что преемником Владимир Путин, как можно интерпретировать это назначение Бориса Ковальчука, сына Юрия Ковальчука, что его как раз могут готовить в преемники, таким образом приближать его к Кремлю. Преемника, я повторю еще раз, что я говорил, что преемник в любом случае будет у Путина коллективный, коллегиальный, потому что преемника в том смысле, в каком лидера является сам Путин, быть не может. Не может быть, как и по смерти Росифа Сталина, будет нечто подобное. Поэтому видно, что Бориса Ковальчука продвигают на высокие административные должности, что, видимо, уже в мае он станет из заместителя начальника контрольного управления президента, начальником контрольного управления, и, возможно, заместителем руководителя администрации президента. То есть вот это небольшой шаг в сторону, даже вниз, это явление сугубо временно. Но Борис Ковальчук здесь не один, здесь еще масса сыновей. Путинских соратников получает Дмитрия Патрушева, который давно уже служит министром сельского хозяйства, это ключевая стратегическая для Путина отрасли, пожалуй, вторая после топливно-энергетического комплекса, и много еще кто. Будет формироваться этот вот конков, который должен перенять власть пока что к 2036 году. Но поскольку Путин не стратег, а тактик, у него никакой долгосрочной линии, долгосрочной программы действий не может быть в принципе. Бессмысленно говорить, что Путин сделает через два года, например. Это он узнает ближе к делу. Точно так же, как сменить совы, в каком формате, тоже будет известно только с течением истории. Но вот никакого плана на то, что там 2036 год, конечно, сейчас у Путина нет, и он об этом не думает. Историус там пытается обвинять Путина, что Путин якобы Россия использует этот перехват для того, чтобы дискредитировать Германию, вносить разброд и шатание в германские политические силы. Прекратить, утверждает Макрон, бояться Владимира Путина. Более того, храбрый Эммануэль сообщил Евросоюзу, что война уже вернулась в Европу, как прежде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова